Первый вопрос, это даже больше как напоминание будет, как вы знаете, мы вступили недавно в месяц Мухаррам, и мы попросим шейха, чтобы он упомянул некоторые достоинства этого месяца, и также, как вы знаете, в этом месяце есть очень важный день, день Ашура, и попросим шейха, чтобы он упомянул некоторые достоинства этого дня, и также о важности поста в этот день. Хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха, членам его семьи и всем его сподвижникам, а затем, мы восхваляем Аллаха, Свят Он и Велик, за то, что Он позволил, чтобы наступил этот Новый Год, и я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он стал благословенным годом, а также годом победы, величия и упрочнения единобожников и мусульман, и чтобы он сделал его таким годом, в котором распространится благо, приумножится барака, и будут удалены от умы Мухаммада, саляллаху алейхи ва салям, эпидемии и болезни. Нет сомнения в том, что окончание каждого года и их последовательность в завершении, это назидание и урок. Вот мы уже проводили один год и встречаем другой Новый Год, и несомненно, что в течение этих лет, которые мы уже проводили, нам было записано то, что было записано. Ведь Аллах, субханаху та'аля, сделал так, что у каждого человека, у шеи есть книга, которая не упускает ни малого, ни великого, не сосчитав это. Этот год прошел вместе со своими ночами, днями и часами. Он прошел, а люди в течение него были либо нерадивыми и непрежными, либо опережающими и подчинившимися. В этом году, который уже миновал, мы потеряли любимых нам людей, наших братьев. А некоторые из нас потеряли своих отцов, матерей, братьев и сестер. Другие же из нас встретили новорожденных. Поэтому эти дни являются назиданием и уроком для мусульманина. Когда ты видишь, как проходят дни и ночи, то извлеки из этого для себя назидание. Как сказал Аль-Хасану Аль-Басри, да помилует его Всевышний Аллах. О сын Адама, ведь ты только дни. Когда уходит день, уходит часть тебя. Ты всего лишь дни, и с каждым прошедшим днем ты приближаешься к своей смерти. Но каждый проходящий день приближает нас к нашему концу. Поэтому, когда эти дни истекают, это только приближает нас к концу, а также к тому, что мы встретим Аллаха с нашими делами. Так пусть же не будет твоя жизнь, твои дни и ночи, которые уже миновали, а также то время, которое у тебя впереди, если ты делал упущение и проявлял небрежность в прошлом, то покайся перед Всевышним Аллахом с сожалением и раскаянием. Покайся искренне, и, может быть, Всевышний Аллах примет твое покаяние. А если в прошлом твои дела были благими, то восхвали Всевышнего Аллаха и прибавь в совершении благих дел. Продолжай подчиняться Аллаху, Субхану Ата'аля, так как ни я, ни ты, ни все творения, никто из нас не знает, когда нас постигнет смерть. Я прошу Аллаха, чтобы Он оказал содействие нам в наших праведных делах, и чтобы Он сделал нас из числа тех, кто проводит свои дни и ночи за тем, что любит Аллах и чем Он доволен, и чтобы Он сделал наши прошедшие годы свидетелями для нас перед нашим Господом, Субхану Ата'аля, чтобы в течение этих лет мы совершали и созидали то, что любит наш Господь и чем Он доволен. Месяц Мухаррам — это один из запретных месяцев. Запретные месяцы — это месяц Зуль-Ка'да, Зуль-Хиджа, месяц Мухаррам и месяц Раджаб. Это четыре месяца. Три из них идут подряд, а четвертый находится между Ча'баном и Джамадом. А это Раджаб. Итак, эти четыре месяца называются запретными месяцами, в течение которых Аллах Субхану Ата'аля сделал запретным сражение. Это возвеличиваемые и запретные месяцы у нашего Всевышнего Господа. Один из запретных месяцев — месяц Мухаррам, относительно которого пришли сообщения, указывающие на его достоинство. У муслимов в хадисе Хумейда со слов Абу Гурейры приводится, что пророк, саллиллаху алейхи ва салям, был спрошен о том, какой самый лучший пост после поста Рамадан, на что он сказал «месяц Аллаха Мухаррам». То есть наилучший пост после поста в месяц Рамадан — это пост в месяц Аллаха Мухаррам. Также пришло со слов Али, да будь довольным Всевышний Аллах, что он приказывал тем, кто хотел поститься, чтобы они постились в месяц Мухаррам. Месяц Мухаррам содержит в себе один из великих дней, а это день Ашура, в который Аллах Субхану Ху Тааля спас Мусу от Фирауна. Также было сказано, что это день, в который Всевышний Аллах спас Нуха от потопа, когда его ковчег спасся от потопления по велению Аллаха Субхану Ху Тааля. Историки упоминают этот день, называя это Великим Днём, в который Всевышний Аллах спас Творение. В этот день Аллах принял покаяние одного народа и еще примет покаяние другого, как это пришло от Али, да будь довольным Всевышний Аллах. Это месяц Мухаррам, и мусульманину полагается возвеличивать его. Также он должен уважать и почитать запреты Аллаха Субхану Ху Тааля. Прегрешение, совершенное в подобные запретные месяцы, имеет более великую степень, так как подчинение Аллаху в запретные месяцы более велико и предпочтительно, чем подчинение ему в другие месяцы. Также и ослушание в запретные месяцы более велико и хуже, чем ослушание, совершенное в другие месяцы. Поэтому мусульманину необходимо возвеличивать эти месяцы, И ему нужно знать, что эти месяцы имеют величие и почет у Всевышнего Аллаха. Что нужно делать мусульманину во время этих месяцев? Мы скажем, что узаконено для мусульманина конкретно в месяц Мухаррам поститься, как об этом сообщил пророк, саллиллаху алейхи ва салям, что наилучший пост после поста в месяц Рамадан – это пост в месяц Аллаха Мухаррам. Исходя из этого, мы скажем, что сунно, чтобы мусульманин постился в месяц Мухаррам. Либо он постится весь этот месяц, либо большую его часть. А если не может поститься не весь месяц Мухаррам, не большую его часть, то пусть постится в течение его лунных дней, и каждый понедельник и четверг. А также ему нужно позаботиться о соблюдении поста в день Ашура, в 9 и в 11 день Мухаррама. Это для того, чтобы он был постящимся за день до Ашуры или после него. И мы еще поговорим об этом, когда будем говорить о посте в день Ашура. От пророка, саллиллаху алейхи ва салям, сообщается, что он постился в день Ашура, и что вначале этот пост был обязательным для мусульман. А когда Всевышний Аллах сделал обязательным пост в месяц Рамадан, то хукм поста в день Ашура изменился из обязательного в желательный. И этот пост стал сунной. Пост в день Ашура вначале был обязательным. А когда Аллах обязал мусульман поститься в месяц Рамадан, пророк, саллиллаху алейхи ва салям, промолчал и больше не приказывал поститься в этот день. Поэтому те, кто желал поститься в этот день, они постились, а кто не желал поститься, они не постились. Ведь о достоинстве поста в день Ашура в Сахихе Муслима со слова Абу-Катады, да будя довольным Всевышний Аллах, сообщается, что когда Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, был спрошен о посте в день Ашура, он сказал, «Воистину, я надеюсь, что Аллах простит за него грехи предыдущего года». Поэтому тот, кто постится в день Ашура, Аллах, субханаху ата'аля, простит ему за это грехи прошлого года. То есть Аллах простит этому человеку прегрешения и малые грехи, которые он совершал в промежутке времени с прошлого дня Ашура и до следующего. Это великое достоинство этого великого дня. Самый полный пост в день Ашура, это когда человек постится в день Ашура, а также за день до него и на следующий день после него. То есть, чтобы он постился 9-го Мухаррама и 10-го. А если он будет поститься 11-го, 12-го и 13-го Мухаррама, то это хорошо. Это потому, что месяц Мухаррам — это месяц поста, в который поощрительно постится. Он самый лучший из месяцев для соблюдения поста после Рамадана. Ведь Пророк, салиллаху алейхи ва салям, побуждал мусульман поститься в этот месяц. Если человек не может поститься 9-го и 10-го числа, то пусть постится 10-го, за что он получит награду Аллаха, субхану ва та'аля, так как Аллах простит ему грехи прошлого года. Исходя из этого, мы скажем, что положение людей относительно поста в день Ашура следующие. Самый полноценный пост — это когда человек постится 9-го, 10-го и 11-го числа. И еще сколько пожелает дней из месяца Мухаррам, увеличивая количество дней поста. Это более полноценно. После него идет тот, кто постился 9-го и 10-го числа. Награда этого человека меньше, но он совершает сунну. Так как у муслима со слов Ибн Аббаса приводится, что когда Пророку, салиллаху алейхи ва салям, сообщили, что иудеи тоже постятся в этот день, он сказал, если я доживу до следующего дня Ашура, то буду поститься также и 9-го числа. Он хотел сделать это для того, чтобы отличаться от иудеев. Потому что одна из целей шариата и того, с чем пришел Пророк Мухаммад, салиллаху алейхи ва салям, чтобы мы отличались от иудеев и христиан. Когда Пророку, салиллаху алейхи ва салям, сообщили, что иудеи постятся в этот день, возвеличивая его, он сказал, если я доживу до следующего дня Ашура, то обязательно буду поститься также и 9-го числа. Более того, более полноценно и сунно, чтобы человек постился 9-го и 10-го числа. Третье положение, если человек не смог поститься 9-го числа, то пусть постится 10-го и 11-го числа для того, чтобы отличаться от иудеев. Ведь есть слабый хадис, поститесь также за день до дня Ашура или на следующий день после него. В оснаде этого хадиса есть передатчик по имени Язид Ибн Абузият, который является слабым передатчиком. Однако для того, чтобы отличаться от иудеев, если человек не смог поститься 9-го числа, то пусть поститься 10-го и 11-го числа. Четвертое положение, это когда человек постится только 10-го числа. Кто постился только 10 числа, тот получит награду поста в день Ашура. Среди них есть те, кто чрезмерно возвеличивает его, печалясь в этот день, устраивая рыдание, плачь и самобичевание, как это делают рафидиты. Они считают, что в этот день был убит Хусейн, поэтому они делают его траурным днем. В этот день ты можешь увидеть их, как они избивают себя и протыкают свои тела и кожу. И все это является порицаемым нововведением и запрещенными делами. Однако у рафидитов есть такие заблуждения и дела куфра, которые намного велики, чем это противоречие шариату. Их противоречие нам заключается не только в том, что они устраивают траурный день в день Ашура. Напротив, они противоречат нам в основе религии Единобожия. Они не веруют в Господа, в которого уверовали мы, а также не веруют в посланника, за которым следуем мы. А также они не почитают сподвижников пророка, саляллаху алейхи ва салям. Они противоречат нам в основе религии, считая, что ахлюльбейт могут приносить пользу и вред наряду с Аллахом, субханху ва тааля. Поэтому ты можешь увидеть рафидитов, как они взывают к ним, надеются на них, просят у них и имеют убеждение, что они могут распоряжаться этой вселенной. Поэтому также из нововведения рафидитов, то, что они делают из дня Ашура, день траура, и совершают в этот день великие и порицаемые дела. Одна из групп, относящихся к ахлю сунна, противоположна рафидитам в этом отношении дня. Из-за своего невежества они считают этот день днем радости и веселья. В этот день они кормят свои семьи самыми наилучшими угощениями, одевают их в самые наилучшие одеяния и совершают другие многочисленные дела. И все это делается для того, чтобы противоставить это рафидитам в их день траура. Они делают этот день днем радости и праздника. Но у этого дела также нет никакой основы. Поэтому мы не делаем из этого дня праздник и также не делаем из него день траура. Однако мы постимся в этот день, подчиняясь Всевышнему Аллаху и подражая нашему пророку Мухаммаду, саляллаху алейхи ва салям, а также в благодарность Аллаху, субханаху ата'аля, за то, что он спас Мусу от Фирауна и за то, что он спас Нуха. Это великий день, в который Муса держал пост, воздавая благодарность. А мы держим пост в этот день как подчинение и поклонение Аллаху, саляллаху алейхи ва салям. Да воздаст вам Аллах благом, шейх, и да благословит он вас. Дополнение к этому вопросу, шейх, каков хукм поздравления с Новым Годом по хиджри? Потому что некоторые говорят, что нововведение – это поздравление с Новым Годом по григорианскому календарю. А что касается мусульманского календаря, то дозволяется поздравлять с Новым Годом по хиджри. Что касается поздравления с началом года по хиджри, то у этого нет никакой основы в шариате. Поэтому мы не можем сказать, что поздравление мусульманинам своего брата-мусульманина с наступлением Нового Года является сунной и поклонением. Однако подобные поздравления относятся к обычаям, а не к поклонениям. Тот, кто делает это поклонением, такой человек является заблудшим нововведенцем, так как в религии нет ничего подобного, так как это не имеет отношения к религии. А если человек совершает это как традицию, когда согласно их традициям они поздравляют друг друга с наступлением года, то мы скажем, что в этом нет проблем. Но мусульманину не следует делать это, потому что это неузаконено. Поэтому если кто-то скажет ему, всего хорошего тебе в этом году, то мы скажем, что нет проблем для него, чтобы он ответил ему и тебе всего хорошего, потому что это традиция, а не поклонение. А раздел традиций достаточно просторен. Поэтому мы скажем, что это радушие, и эти поздравления и приветствия входят в раздел традиций. Мы говорим, что поздравления с Новым Годом не относятся к поклонению, но это только традиция. А что касается традиций, то основа в них дозволенность, пока не придет довод на запрет определенной традиции. О том, кто поклоняется Аллаху через это поздравление, мы скажем, что это новшество в шариат Аллаха, с которым не приходил пророк, саллиллаху алейхи ва салям. Поэтому от нашего пророка, саллиллаху алейхи ва салям, не передается, что он поздравлял кого-либо с наступлением Нового Года. Более того, первый, кто начал это новое летоисчисление, это Умар б. Хаттаб, да будет доволен им Всевышний Аллах. Именно он сделал так, что год начался с месяца Мухарран. Неизвестно от самого пророка, саллиллаху алейхи ва салям, или от его сподвижников, чтобы они поздравляли друг друга с наступлением года. Поэтому мы говорим, что неузаконено поздравлять им. Однако, если тебя кто-то поздравил с ним, то мы скажем, что нет проблем, чтобы ты ответил, и тебе также всего хорошего в Новом Году. А что вы скажете насчет того, когда люди собираются вместе, чтобы... Тут есть разные варианты. Если люди выделяют начало года для соблюдения поста, или для поминания Аллаха, или для взывания к Аллаху, или для совершения другого поклонения, то мы скажем, что это относится к новшествам в религии Аллаха, субхану утааль. Нет какой-то конкретной мольбы, с которой нужно обращаться к Аллаху в начале года. А также нет какого-то конкретного дела, совершаемого в это время. Будь это собрание для совершения молитвы, поста, поминания Аллаха, или какого-то другого поклонения. А что касается того, что говорят некоторые, что якобы существует определенная мольба, которую нужно произносить в это время, а это, о Аллах, проведи его для нас безопасностью и верой, благополучием и исламом, о Аллах, сделай его благословенным годом и годом блага, то мы скажем, что конкретизация произнесения этой молитвы в начале года, это недозволено и является нововведением. Однако, если человек обратился с мольбой к своему Господу, не делая эту мольбу конкретизированным поминанием Аллаха, говоря, о Аллах, мы просим Тебя, чтобы Ты сделал этот год благословенным и годом блага, то мы скажем, что в этом нет проблем, если это будет обычной мольбой. Однако, конкретизация определенного поминания Аллаха тем, что его якобы нужно произносить при наступлении нового года, мы скажем, что это новшество, на которое нет никакого довода и это относится к порицаемым нововведениям. Хорошо, да воздаст вам Аллах благом, шейх. Вопрос от сестер. Разрешается ли им объединить восполнение поста Рамадана с постом Дня Ашура? Да, мы скажем, что нет проблем в этом. Чтобы мусульманка имела намерение на то, чтобы восполнить пост и постилась в День Ашура. Таким образом, она получит награду поста Дня Ашура и ей запишется восполнение поста. Это правильное мнение в этом вопросе. Потому что День Ашура подразумевает под собой, чтобы человек занял это время соблюдением поста. Этот день, этот день, в который постятся. Поэтому, если человек восполнял в этот день пост, то мы скажем, что он занял свое время в этот день постом, а также совершил восполнение. Поэтому дозволено восполнять обязательный пост в День Ашура. И тебе будет записано, что ты восполнил обязательный пост, а также постился в День Ашура, и последствием этого поста тебе будут прощены грехи прошлого года. Получается, шейх, как я понял, нельзя объединить намерение двух постов только в шесть дней шаваля, так? Что касается поста шести дней шаваля, то мы не можем сказать, что их можно объединить с восполнением обязательного поста. Почему все-таки нельзя объединить восполнение обязательного поста шестью днями шаваля? Потому что пост шести дней месяца шаваля связан с постом месяц рамадан. Тебе необходимо поститься 36 дней для того, чтобы получить награду непрерывного поста в течение целого года. Поэтому ты постишься в месяц рамадан и постишься шесть дней шаваля. Но если ты будешь поститься дни шаваля, прежде чем восполнишь пост рамадана, то мы скажем, что в этом нет проблем. Но тебе необходимо поститься 36 дней. Необходимо сделать первичное намерение на восполнение, а затем на пост в день Ашура? Нет, нет. Ему нужно сделать намерение на восполнение. Он делает намерение на восполнение, потому что для восполнения обуславливается наличие намерения с ночи. Во-первых, он должен иметь намерение на восполнение с ночи. Во-вторых, он должен иметь намерение на восполнение, потому что восполнение – это обязательный пост. А пост в день Ашура – это не обязательный пост. Ему нужно сделать намерение на восполнение, апостол Ашура войдет туда автоматически. Следующий вопрос также связан с началом нового года. Как мы все знаем, наш шейх, в ушедшем году произошли многие вещи. Поэтому, если, например, человек ругает ушедший год, и говорит, что он был плохим годом, и в нем произошло то-то и то-то. Хорошо, прежде всего мы скажем, что мы должны знать, что время находится в руках Аллаха, субханаху та'аль. Что дни и ночи, месяцы и годы, все это в руках нашего Господа, который он изменяет, как пожелает. Поэтому в двух шахихах, со слов Абу-Хурейры, да будя довольным Всевышний Аллах, приводится от пророка, саляллаху алейхи ва салям, что Всевышний Аллах сказал, «Огорчает меня, сын Адама, он ругает время, тогда как я время, в моих руках дни и ночи, которые я изменяю». Этот прошедший год не имел никакого влияния на то, что произошло в нем. Этот 41-й год, если считать по Григорианскому календарю, то это 2020 год, у него не было никакого воздействия на то, что происходило в нем. Тот, кто предопределяет то, что будет происходить в эти годы и то, что произошло в этом году, это наш Господь, субханаху та'аль. Ведь Аллах это тот, кто заменяет день ночью, и он тот, кто предопределяет события, и именно он предопределил те беды, которые произошли в ушедшем году. Поэтому тот, кто увидел плохое предзнаменование в этом времени и в этом году, то мы скажем ему, что он совершил многобожие, потому что приметы — это многобожие. Так же, как приметы бывают связанными с полетом птиц, они бывают связаны с временем или с местом. Поэтому тот, кто увидел плохое предзнаменование в ушедшем году, такой совершил многобожие. Потому что приметы — это многобожие. Это во-первых. Так же, если человек считает этот год злополучным, то мы скажем, что это тоже относится к приметам, что является харамом и относится к малому многобожию. Так же, если человек ругает этот промежуток времени и этот год, то мы скажем ему, что он попал в великий грех, в один из больших грехов, потому что поношение времени — это большой грех, на что указывают слова пророка, саляллаху алейхи ва салям, которые он передает от своего Господа. Огорчает меня сын Адама. Он ругает время, тогда как я время. Нет сомнения в том, что тот, кто узнал, что именно Аллах заменяет день ночью, а затем поругал Творца времени или того, кто предопределяет все это, то такой человек стал кафиром. Поэтому мусульманин должен остерегаться того, чтобы ругать время или часы, или ночь, или дни, так как это все устроил Всевышний Аллах. Но отношение мусульманина ко всему предопределенному должно быть только таким, чтобы он говорил, мы уверовали в Аллаха, а также это предопределил Аллах, и он сделал именно то, что пожелал. И он должен верить свои дела Аллаху, а также проявить свое рабство перед своим Господом, субханаху ата'аля, и свою нужду перед ним. И что он является всего лишь рабом, который владеет только тем, чтобы возвращать все дела к своему Всевышнему Господу. Он должен показать свою покорность своему Господу. Также, наш шейх, можем ли мы сказать, что все произошедшее в нем есть благо? Или, например, это пандемия коронавируса, что в нем есть благо для нас, чем если бы оно не случилось? Мы скажем, что Атанаса ибн Мали, когда будет довольным Всевышний Аллах, передается, что Пророк, салиллаху алейхи ва салям, сказал, что бы ни предопределял Аллах, в этом есть благо для раба. Поэтому любое предопределение нашего Господа, субханаху ата'аля, в нем есть благо для раба. Ведь раб не знает, откуда он получает благо. Поэтому обязательно для раба, чтобы он вверил свои дела своему Господу. Так как наш Господь более милостивый к нам, чем мы сами и чем наши матери. И его управление и предопределение бывает только в совершенном и полноценном виде. Так как они основаны на милости и справедливости, субханаху ата'аля. Все, что происходит в эти годы или в этих творениях, это предопределение Всевышнего Аллаха. Если мы посмотрим на мудрости, которые мы можем постичь, связанные с волей Аллаха и его предопределением, например, существование Иблиса. Его существование — это чистейшее зло, потому что он приказывает ослушаться Аллаха, и он является врагом Аллаха Всевышнего. Однако в его существовании, в том, что Аллах предопределил его существование и его нахождение среди людей, в этом великое благо. Если бы не было шайтана, то мы бы не знали, кто является правдивым, а кто лживым. А также кто является праведным, а кто грешным. Так как когда существуют две группы, одна подчиняется Аллаху, а другая его ослушивается, мы можем уже их различать. Поэтому по причине существования шайтана есть те, кто любит Аллаха и его посланника, и подчиняется Аллаху и его посланнику. А также есть те, кто любит шайтана и подчиняется ему. Также по причине существования шайтана и прегрешения для нас открываются некоторые имена и качества Аллаха. Ведь Аллах принимающий покаяние. Если бы не существовало грехов и ослушаний, то мы бы не знали, что Аллах принимает покаяние своих рабов. А также мы бы не знали такие его качества, как милость и прощение. То есть для нас открываются многочисленные его качества. Конечно, они существуют и известны еще до того, как раб совершит что-либо. Однако они раскрываются перед рабом, когда он совершает то, что нуждается в милости Аллаха и его прощении. Поэтому, например, это болезни корона или другие беды, произошедшие в этом году, мы видим, что корона принесла великий вред для людей. Однако в этой болезни также было великое благо. Она стала причиной возвращения людей к Аллаху, субханаху ва-та'ала, так как покаялись очень многие из них. Также многие люди оставили ослушание Аллаха Всевышнего. Существовали собрания нечестия и порицаемых дел и распутства, которые прекратили свое существование и завершились, и от них не осталось ничего. Также люди узнали, что эта жизнь ничего не стоит, и что человек может умереть в любой момент. Поэтому мы увидели, что в прошлом году покаялась и вернулась к Аллаху очень много людей. Начали молиться очень много людей. Поэтому в этой болезни было великое благо. Возможно, мы его не ощущаем, однако вместе с наличием этой болезни произошло очень много благого. Люди начали обращаться с мольбами к их Господу, говоря, о Аллах, удали от нас эту эпидемию. А также люди начали приближаться к Аллаху, субханаху ва-та'ала, и все это по причине существования этой болезни. А если бы этой болезни не было, то люди так и пребывали бы в беспечности, и так и совершали бы порицаемые дела. А когда появилась эта болезнь, уменьшилась беспечность людей, и совершение ими порицаемых дел, люди вернулись к Всевышнему Аллаху. Даже нечестивцы стали стесняться ослушаться Аллаха из-за существования этой болезни. Что даже ты мог услышать, как кто-то из них говорит, корона до сих пор существует, так как же мы можем ослушаться нашего Господа, субханаху ва-та'ала. Итак, все, что предопределено Аллахом, это благо, и любое предопределение нашего Господа, это благо для раба. Для раба обязательно знать, что тот, кто управляет всеми делами, это Аллах, и что Аллах более милостивый к нему, чем он сам, и что его управление это самое полноценное и совершенное управление, субханаху ва-та'ала. Поэтому доверь и вручи свои дела Аллаху, и знай, что Аллах желает для тебя только облегчения и блага, и Он не желает для тебя затруднения, субханаху ва-та'ала. А тот, кто поразмышляет над историями пророков и над тем, что происходило с пророком Мухаммадом, саляллаху алейхи ва-салям, и с теми, кто был до него, такими как Муса и другие пророки, то он увидит милость Аллаха и его доброту во многих из дел, которые предопределил Аллах, субханаху ва-та'ала, в отношении своих посланников, пророков и угодников.